Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я Николай Скинтиян, как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь. Днем температура воздуха составит 12 градусов выше нуля. Ветер с северо-западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 15. В сети набирает популярность видео с запасливой и немного жадной Белкой в качестве главного героя. Разумеется, животное тоже не против полакомиться вкусной едой. Особенно не устоять, если ее предлагают от чистого сердца. В этом ролике Белка проявила весь свой характер. Автор видео заметил животных за окном и решил угостить их семечками. Поставил на подоконник тарелку и открыл окно. Долго ждать не пришлось. Обитатели леса быстро сориентировались в ситуации. И одна из белок сразу же приступила к трапезе. Но, правда, не собиралась делиться с другими. На голодный взгляд своего собрата она ответила отказом. Наверняка уже научена опытом, что просто так семечки в тарелке предлагают не каждый день. Ветеринары рассказали о домашних питомцах, которые при неправильном питании наиболее склонны к ожирению. Эксперты говорят, нужно внимательно следить за их питанием, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. К набору лишних килограммов склонны мопсы, таксы, баллонки, лабрадоры и бассет-хаунды. Из кошачьих к ожирению предрасположены персидские кошки, сфинксы, британские и корниш-рексы. Нередко хозяева поощряют своих питомцев едой. А делать это специалисты не рекомендуют. Лучше составить график кормления и кормить животное не более трех раз в день. Также стоит помнить и об активности питомца. Чем больше он двигается, тем больше калорий сжигается. Ну а далее информация, которая будет интересна для тех, кто планирует посетить выставки, открытые в музеях города Гомеля. В Дворце Румянцевых и Паскевичей можно познакомиться с многообразием использования стекла и металла. На выставке «Звонки, как стекло и блестящее, как металл» предметы из собрания музея дворца. Это посуда и украшения, часы и осветительные приборы. Также это принадлежности декорирования интерьера, мебельная фурнитура и еще много интересных вещей, изготовленных из металла и стекла. Посетителям Дворца Румянцевых и Паскевичей не стоит спешить покидать его стены. Там начал работу выставочный проект «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории. А также о том, какие из них актуальны и сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом. Как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, чем можно заняться на своем личном островке. В собрании археологии музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детские игрушки. Они были найдены на территории Гомеля, Лоевского и Добружского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетия. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков. Сделать это можно на выставке «Древнейшая история Гомельщины». А в картиной галереи Гавриила Ващенко открылась выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. Посетители картины галереи Гавриила Ващенко также могут познакомиться с выставкой «Парк пушистых». На ней жующие, скачущие, пищащие и другие пушистые создания. Среди них обезьянки, сурикаты, енот и самые разные декоративные кролики. Кстати, если вы никогда не видели кроликов породы бабочка, то вам точно нужно посетить эту выставку. Не пропустите. На территории Гомельской области проводится акция под названием «Детский автобус». До конца мая сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения. А также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. Закрытие границ отдельными странами по причине эпидемиологической ситуации в мире вызвало определенные трудности в соблюдении законодательства по части вывоза транспортных средств с территории ЕАЭС в связи с истекшим сроком их временного ввоза. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь инициировал рассмотрение вопроса о продлении этого срока на площадке Евразийской экономической комиссии. В итоге принято решение об автоматическом продлении срока временного ввоза транспортных средств до 30 сентября. Решение вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобиле, сроки временного ввоза по которым истекают с 1 марта по 30 сентября. Решение также предусматривает приостановление в указанный период 18-месячного срока ввоза товаров и транспортных средств людьми, которые переселяются на постоянное место жительства в страны-члены ЕАЭС. Если 18-месячный срок ввоза товаров в связи с этим истек 10 мая, человек вправе беспошлино ввести товары на территорию ЕАЭС до 30 сентября включительно. Покупки, тренировки, обучение, работа и общение. Во время пандемии все больше шагов мы совершаем онлайн. Как борьба с коронавирусом повлияла на наш образ жизни? Кто поможет малозащищенным? И как наиболее быстро адаптироваться к новым правилам? Об этом и не только в выпуске ток-шоу «Главная тема». Включайте «Беларусь 4» 21 мая в 9.05 и 15.35. А 27 и 28 мая гости студии расскажут, все ли маски и десредства одинаково эффективны в борьбе с коронавирусом. А также дадут немало полезных советов, которые пригодятся каждому во время пандемии. В 18.25 телезрителей ждет сериал «Оса». Особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа». Об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Это был «Утренний фреш». Я Николай Скинтиян. Желаю вам удачи и улыбок окружающих вас людей. И только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...